Немного предыстории, коротко об этих и других событиях с фактами. Весь 1994 год Россия ищет причины, чтобы совершить агрессию на территории Ичкерии. Пытается сделать это руками так называемой оппозиции в лице Завгаева, Автерханова, Гантемирова, Лобазанова, а также Хазблатова. Тем самым разделить чеченский народ и дестабилизировать ситуацию в Молодой Республике. 26 ноября 1994 года российские танки из элитных российских частей Кантемировской и Таманской дивизий при поддержке российской авиации с трех сторон входят в город Грозный. Большая часть вошедшей в город бронетехники перебита, уцелевшая часть переходит в руки защитников Грозного. В плен попадают российские авиацары и солдаты. Россия отрицает свое причастие к этому штурму. И штурм завершается провалом и позором российской армии. Чтобы смыть этот позор, весь ноябрь и декабрь российская авиация начинает наносить ракетно-бумовые удары по гражданским объектам. И уже 29 ноября Совет Безопасности России принимает решение о вторжении на территорию Чеченской Республики Ичкирия. Позже, 11 декабря, президент России Борис Ельцин подпишет указ под номером 2169 о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. С трех направлений бронеколонны двинулись к Грозному. Спокойные лица солдат и ужас встречающих их на пути в Чечню жителей приграничных районов. Мы зайдем, они увидят ввод колонн, увидят большое количество техники, людей. И они мирно сложат. Ну, будет где-то кто-то, какой-то подлец стрельнет из-под угла. Частью войск Министерства обороны, а также внутренние войска вторгаются на территорию Чеченской Республики Ичкирия. То есть, нарушив закон и порядок, они идут на преступление. И все это, несмотря на призывы чеченского руководства, мирным разрешения конфликта и недопущения войны. Даже после крупномасштабных бомбардировок и гибели мирного населения, люди не верили, что начнется полноштабная война. Люди ожидали и надеялись, что стороны все-таки смогут договориться, и мировое сообщество вынудит Россию разрешить конфликт мирным путем. Но этого не произошло. Бывший министр по делам национальности Вячеслав Михайлов как-то вспоминал, «Чеченская сторона была согласна на прекращение огня и провести выборы в Ичкирии при условии встречи Дудаева с Ельциным». Что и не произошло, так вспоминал Вячеслав Михайлов. Видя то, что Россия не отвечает на мирные призывы чеченского руководства, наоборот, продолжает более массивные бомбовые удары, начинает вторжение в республику с трех сторон, чеченская сторона предприняла все необходимые меры для обороны. У ваших русских ребят, родители, матери, семьи же у каждого, правильно? Мы же не узел, думайте, у нас тоже дети. Это нас действительно подставляет. Главным штабом вооруженных сил Чеченской республики Ичкирия была организована оборона республики и ее столицы. Война началась не в Грозном, как это преподносят многие. Она началась на подступах к нему. Скажем, агрессору пришлось понести колоссальные потери, чтобы прорвать чеченскую оборону у поселка Долинский, вдоль Терского хребта и на подступах к заводскому району. Чеченцев такая армада не испугала. 44-го года второй раз в июле. Это сейчас они придумывают разные байки о каких-то наемниках, о превосходстве в оружии у чеченцев, о неимении у российских оккупантов карт Грозного, о незнании местности и языка. Буду также часто напоминать о 18-летних срочниках солдат, которые якобы не были подготовлены к войне. И все вот это время нас обманывали. Нам не сказали, что мы едем на войну. И здесь, здесь, как говорят, банк формирования. Этого нету здесь. Здесь народ, женщины и дети, 16 и 17 лет им. И они все воюют, все ходят с оружием, стоят за свой город. А банк формирования – это слова. Как нас своя авиация первого января подарочки сбросила. Весь полк накрыла. Как в Грозный ходили. Потом, когда нас вывели с Грозного, когда своя авиация разбомбила, заходили с другой стороны. Я не знаю, сколько в первом батальоне. Вот у нас полк здесь двумя батальонами. В нашем батальоне было пять БТР. В качестве оправдывания за начало той войны спецслужбы России распространяли слухи о том, что якобы чеченцы совершали массовые преступления против местных граждан русской национальности. Начну с них. Здесь у меня сон учился. А что делается? Я не знаю, чья это вина. Почему политики не могли найти общий язык? Люди страдают. Почему так получилось? Без жилья, без ничего осталось. Любая война – это трагедия. В первую очередь для мирных жителей. Не было никаких притеснений русских со стороны чеченцев. Все это выдумки. А до войны что было? До войны, по крайней мере, мы жили намного лучше, чем сейчас мы живем. Наоборот, чеченцы, русские и другие прятались вместе в подвалах от обстрелов российских войск и авиации. По возможности, чеченцы забирали с города русских семьями и вывозили в села, которые не подвергались к тому моменту обстрелам. Только в одном грозном, в результате массовых обстрелов, погибло десятки тысяч мирных граждан, в том числе и русские. Много людей здесь, в основном стариков, детей и женщин, сидят в подвалах, по полтора месяца не видят белого света, голодные, холодные. Как они питаются? Только одному гостеру. Два месяца в подвале нас бомбили, обстреливали. Два месяца мы только вот под конец, позавчера, рухнуло все, сгорело до тла, что было. Вот мы остались вот, что есть. Ужас, что мы перетерпели. Я свою отечественную войну так не перетерпел, как на этот раз. Это кто-то невыразимо. Сгорело все, снарады метали. Ну, здесь особенно нас в храм подпалили, потому что бомбы, они снарады попадали, они разрушение только не следили. А когда у нас зажигательный купол попали, зажило, загорелся купол. Имели работу, имели жилье, имели все, и за какой-то месяц всего лишились. А где вы работали? Я работала на реал-базе, все мы с разом. Как отношения с чеченцами? Нормальные были? Конечно, нормально. Нас никто не обижал, не притеснял, ничего нам никто плохого не делал. Говорят, приходила информация, что там вытесняли русских. Нас никто не вытеснял. Действительно, было жалко этих пацанов, с одной стороны. Но это были оккупанты, которые пришли воевать и убивали людей. Были также контрактники, их легко было узнать. Они носили на голове платки. Я сюда приехал заработать денег. Мне надо сделать дочери операцию нормальную, чтобы она хорошо слышала. Я приехал заработать денег. Здесь хорошие деньги платили, сейчас не платят. Сейчас это все. Типа сказали, войны нет у нас, никакой войны у нас нет. А у нас каждый день подрывают, ничего. Ну, пацаны гибнут, а войны нет у нас здесь. И они убивали людей за деньги. Были случаи, когда убивали русских, армян, евреев, то есть жителей Грозного, говоря им, вы сотрудничали с чеченцами и расстреливали их. В калитку вывалили, залетели, начали все этот дом снаружи, сначала стреляли с пулеметом, с автоматом, потом ворвались в масках. Ну, они, если бы были чеченцы, они по-чеченски заговорили бы. Кто-то в лес произнес, а да не только по-русски все разговаривали. Все вот высокие, здоровые такие ребята. Они залетели и давай бить, долбить, все с автоматом расстреляли, весь дом полностью расстреляли. Российских войск в Грозном было много. Был даже Киркенецкий полк Северного флота. Разные батальоны спецвоиск, что можно запутаться в их названиях. Какое подразделение у вас? Это 61-я бригада морской пехоты, виноват на батарею от нее. Киркенецкая. Как вы себя чувствуете здесь, на земле? Сами слышите, видите, летают. Не очень уютно, я скажу. Много моряков необстреливанных здесь. Мотоофицеры тоже самое, не обстрелены. У нас есть подразделение, один прапорщик, который прошел афганскую войну. Он и то говорит, что это Афганистан по сравнению с этим, это не то совсем. Так что, моряки, сами видите, напуганы некоторые. Ждем, когда наконец-то примет решение в Верхах, чтобы нас вооруженные силы вывели наконец-то отсюда. Потому что это не дело, я скажу. Все эти оккупанты виновны в том, что Грозно был разрушен до основания и виновны в гибели сотни тысяч мирных граждан. Нужно отметить, что российские войска применяли также оружие массового поражения, запрещенное Женевской конвенцией. Авиация и артиллерия наносила удары кассетными, то есть шариковые и игольчатые бомбы, вакуумные бомбы и снаряды с такой же начинкой. Скажите, пожалуйста, как произошло все, как вы оказались ранены? Пошла за хлебом, гуманитарную помощь там давали на улице. И мы пошли, со двора нас четверо пошло, там много было человек, 15. Стояли и ждали эту машину. И как изград, не знаю чего. И четверо вообще разорвало всех у меня дома. Что это за ранение? Какое оружие применяется, последствием которого становятся такие тяжелые ранения? Ну, например, ранений очень много. Там в основном ранения осколочные. Осколочные, типа шариковые бомбы, которые разлетаются уже внутри организма на несколько частей. Был даже такой случай. Вечером к водохранилищу поселка Черноречие приехали грузовые машины российских войск и что-то слили водоем. Обычно люди брали там воду, так как питьевой воды не было в городе. И увиденное быстро разошлось среди людей. К тому же в этом водоеме было много рыбы. Она-то и всплыла в большом количестве на поверхность, что и доказало, что этот водоем был отравлен. Во время войны на чеченской земле никогда не было такого случая, чтобы наше военное руководство когда-либо нанимало наемников. Ни одного и никогда. Это очередная ложь России, чтобы продать свои неудачи и потери в войне. Были лишь добровольцы из Ингушетии, Дагестана, Украины, Азербайджана и даже России. И то их было немного. И это были добровольцы. К тому же даже местные русские жители республики встали в один ряд вместе с нами против российских оккупантов. Когда российская пропаганда говорит, что у чеченских бойцов было новейшее оружие и это влияло на их неудачи в бою, то это вызывает лишь улыбку. Ни одна страна, никакое государство не помогало чеченцам вооружении в той войне. Все, что было на вооружении у чеченцев, так это несколько установок град, у которых после нескольких залпов первых боев закончились боеприпасы, несколько самоходок САУ, а также несколько гаубиц Д-30 и десяток танков, которые были захвачены во время штурма Грозного 26 ноября 1994 года. И то все это вооружение было или разбито, или оставлено в связи с нехваткой боекомплектов. Что бы российская пропаганда там не придумывала, не было у наших подразделений какого-либо супер вооружения. Обычное вооружение так это автоматы АК-74 и АКМ, пулеметы РПК и ПК. Из более крупного так это гранатометы Муха или РПГ-7, а огнемет Шмель можно было встретить не везде. И потом крупнокалиберные пулеметы снятые с танков и БТРов были у чеченцев. Были также минометы, но опять же не хватало боеприпасов к ним. Что уж говорить, если у наших командиров не было оружия для выдачи добровольцам. Они же добровольцы возмущались и требовали и говорили, мол, по телевизору то говорят, что у Дудаева гор оружия возмущались добровольцы. Поняв, что оружия действительно нет, они продавали все, что могли и покупали его у русских. в городе стояли бойцы даже с двухстволками, с одностволками, с бутылками, с зажигательной смесью. Это была армия и это была народная армия. Россия будет внушать мировому сообществу оправдываться, говорить о супергероизме своих военных. опять закабалить чеченский народ, выслать их теперь уже в Сибирь, чтобы как таковую нацию уничтожить. От малого до великого, как говорится. Это героизм, это ребята герои, перед ними нужно склонять голову, на их примерах учить наше подрастающее поколение. Я думаю, что родина не забудет этих сыновей, им будет воздано должное, что они заслужили. Они герои России. Но факты говорят обратное. Конечная задача. Мы ее, к сожалению, не знали. А что солдат знал? Это во-первых. Во-вторых, конечно же, когда мы видели, что не только бандиты, а население, я мог же отличить бандита от населения, пацаны, женщины, старики, старуки, как они нас встречали. И плевали вслед, и камни бросали, и мы чувствовали, что мы здесь незваные. Прорвав внешнюю оборону Грозного, колонны бронетехники двинулись на центр. Как потом выяснилось, город хотели взять ко дню рождения министра обороны Российской Федерации Павла Грачева. Спешили и вот и ринулись в центр. Наши отряды начали громить эту технику одну за другой. сгорела почти вся бронетехника, которая дошла до центра города. Опять же, Россия начнет оправдоваться, что их армия была не подготовлена, что бой послали необученных солдат и так далее и тому подобное. Но правда такова, что в ходе штурма были использованы элитные части и подразделения российских войск. Это воздушно-десантные войска, это была морская пехота, разные спецбатальоны и отряды. Против них воевали люди, которые никогда в жизни не стреляли из гранатомета. Простые люди в основном. Как говорится, учились прямо в боевых условиях. На самом деле центр Грозного обороняли пару сотен активных чеченских бойцов. Например, в президентском дворце было не более 30-40 человек. В здании Солмина 30, в гостинице Кавказ 20, в здании архива было 30 человек. С первых дней штурма к нам стали поступать военнопленные. Это были выжившие и в основном раненые в результате атаки на центр Грозного. Отношение к ним было нормальное. Раненых лечили и голодными они не оставались. Все они содержались в подвале президентского дворца. Узнав об этом, российская авиация наносит авиационный удар глубинными бомбами. Некоторые военнопленные погибают в результате этих обстрелов. И после нескольких неудачных штурмов оккупанты стали уже поквартально стирать с лица земли город Грозный. Представьте себе один район обстреливается из всех видов оружия. Это смерч, грады, ураганы, артиллерия, авиация и минометы. Потом обстреливает другой район Грозного. И так. Далее и так далее. В результате таких обстрелов от президентского дворца остался только каркас. И дальнейшая его оборона была уже бессмысленной. В связи с этим уже выждав момент когда обстрелы чуть поутихли все-таки пришлось этот дворец оставить. И не было никакого взятия президентского дворца как это сейчас преподносят наш штаб был перемещен на другую сторону реки Сунжа. Именно из-за этих разрушений. Страшнее обстрелов был уже не эти обстрелы а обвал этого здания президентского дворца. На улице Грозного стояли сгоревшие танки. Везде лежали сотнями тела убитых российских военных. Вот так описывал эти события начальник штаба начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской республики Чечкей Аслан Масхадов который руководил обороной Грозного. Есть у меня позывные много раз я выходил на их частотах хотел с ними согласовать некоторые вопросы как военные с военным. 10 часов я вышел на связь с генералом Бадычевым и рассказал ему вот такой суть что между правительством и такое согласие значит решение такие такие вопросы наш президент мне предложил встретиться с вами и остановить вот эту бойню. Давайте договоримся с каких условиях. Он мне сказал значит какие твои условия. Я ему сказал что в первую очередь нужно прекратить стрельбу разведские войска на безопасное давление потом быстро собрать трупы оказать помощь или забрать тяжелораненную камень решить вопрос военноприн. То есть чисто компетенция как военного человека. Остальные вопросы пускай там принято решать. И он ничего умного не придумал подождав потом позвонил сказал значит его условия мне поднять белый флаг над президентским дворцом оставить оружие в президентском дворце группами по 10 выйти из президентского дворца отправиться в сторону улицы Розы Люксембург если случай направо налево там будут стрелять и так далее. Я был оскорблен нагрубил ему и сказал что я ему повода чтобы со мной так разговаривать не давать не разговаривать воевать значит будем воевать с Богом продолжаем дальше хотелось хотелось бы показать отношение нашей стороны к военнопленным вот передача Масхадовым российских военнопленных своим матерям можно заметить его радость что родители смогли найти своего сына живым всеми управлять их отвезти и создать с не Не было такого в истории, чтобы родители военнопленных приходили к своему врагу и просили выдать их сыновей. И чеченская сторона выдавала их. Позже их стали обменивать на тех, кого захватывали российские войска. Если чеченцы все-таки получали своих сыновей, то полностью искалеченных, избитых и запытанных. Например, приехала мать, я сказал, вот там, забери свою Васеньку и езжай домой. И мать, обрадовавшись, поехала, живет со своей Васенькой. А с нами что делали? А с моими товарищами что делали? Они же тоже хотят своей матерью жить. Давайте тогда. Вместе остановим эту войну. Вместе остановим. Вообще вопрос военнопленного решается после прекращения боевых действий. Но официально это почти политический вопрос. Политический вопрос. Потому что они как-никак, раз Рокки взяли оружие, убили человека, уничтожили этот квартал, дом и так далее, он уже преступлен. Независимо, каким образом он это сделал. Он уже преступлен. Поэтому я предложил этим материалам мешать этим генералам. Попробуйте поговорить с этим генералами, с офицерами. Там очень много офицеров, которые уже, если он надоел и не может, он уже чувствует, что это все обман. Он знает это. Просто их там в спину толкают. Вот для того, там из вертолета сзади расстреливают. Есть такие случаи достоверные. Остановим войну и вернем ваших сыновей, вернем наших вернем. Я что, против, что ли? Я не хочу этой войны. Если в эту секунду мне бы сказали, что эта война закончилась, я готов ходить нищим, ходить рядовым, уйти с этой должности. Ничего мне не надо. Лишь бы прекратилась эта война. Понимаете? Боли и страдания моего народа. Чтобы ваши сыновья оказались дома и чтобы не гибли наши. Еще раз я говорил, что еще с ними не случится живо-здорово. Тем, как корка хлеба, который у нас есть, на их форме, никто их не издевает, уничтожает, даже в руках не подняется. Но, как с военнопленными вопрос должен решиться, как с военнопленными. Когда мы даже предлагаем российского командования, давайте военнопленные на военнопленные. У нас, у наших военнопленных, у них ни одного нет. Мы им отдали, буквально неделю тому назад, профессиональных убийц. 43 человека, и сколько там? 23. Профессиональных убийц. Это десантники, которые имели опыт, там, эфиопской войны, там, афганской войны и так далее. Были брошены в горы, в тыл. Вот. Думают, что мы отсюда сейчас поднимем руки и побежим, что в горах нас уничтожат. И то им отдали, они нам вернули обычных этих заложников. 20 человек, которые вот так на улице там. И избитых при этом. Поймали и вернули. Эти десантники вот такие вот, с мордами холенными, там, вернулись к себе на родину. Наверное, сейчас, оправдываясь, вот это, то, что он попал в плен, наверное, будет еще более агрессивно воевать с нами. Вот. Они нам вернули перебитыми ребрами, скаляченными, пальцы перебиты, носы перебиты. Даже один парень, который рассказывает, говорит, в течение, говорит, пяти дней вот столечко вот водички мы говорим себе. Вот столечко вот еще. Вчера вернули вот здесь, вот около моста Анисимова. Попросили отдайте труп. Он, раненый, остался там, вот, за рекой. Вот. Потом мы ее убили. Значит, хотя бы труп отдайте. Взамен даже живого дадите. Обернули этот труп. Вот эти пальцы, вот, пяти местах перебиты. Раз, два, три, четыре, пять. Рука. Штык-ножом или ножом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Перебито несколько мест. Ребра перебиты. Понимаете? Разрезанное там тело. Зачем это? Потому что такой же человек, как все. Опять показывают бессилие. Сегодня с уверенностью можно сказать, если бы Россия вместо штурма 26 ноября 1994 года, а затем ввода войск 11 декабря того же года, несколько следующих позорных штурмов города смогла бы решить конфликт мирным путем, то не было бы всех этих жертв с обеих сторон. Не было бы также последующих кровопролитий и трагедий. Продолжение следует...